Добрый день, уважаемые коллеги! Огромное спасибо коллегам из Дилект Академии за возможность выступить и рассказать об особенностях электронных ресурсов использования электронных информационных образовательных систем в китайских университетах. На самом деле я планировал еще в прошлом году выступить с этим семинаром, но, к сожалению, не получилось и здорово, что сейчас появилась такая возможность. Могу отметить, что с определенной оговоркой в целом мы по-прежнему являемся европоцентричными. Мы прекрасно знаем о таких великих путешественниках, как Марко Поло, Христофор Колумб, Васко Дагама, но вряд ли, навскидку, безошибочно назовем китайских путешественников, ну и вообще в целом азиатских путешественников, которые в свое время открыли, скажем, для Китая мир за Великой Китайской стеной. Могу отметить, что тысячелетиями китайцы жили на такой ограниченной, я бы сказал, территории, именно в пределах Великой Китайской стены, и, собственно, там до сих пор живут более 90% населения Китая. То есть огромную территорию занимает менее 10% населения. Ну, мы, собственно, фраза Ханса Кристиана Андерсона и сказки Соловей тоже в каком-то смысле свидетельствует о европоцентричности, потому что, конечно, в Китае далеко не всегда император был китайцем. Скажем, во времена Андерсона маньчжуры управляли Китаем, и, собственно, как и до этого в течение нескольких столетий. Ну, собственно, потихонечку будем переходить к нашей основной части. Вот она, Великая Китайская стена, в пределах которой живет более 90% населения Китая. Ну, и могу отметить, что, несмотря на обращение к советской модели образования в течение долгих лет, Китай, опять же, с определенной оговоркой долго являлся младшим братом Советского Союза. Тем не менее, если сейчас мы обратимся к наиболее известным рейтингам университетов, то мы увидим, обнаружить это несложно, что китайские университеты, такие как университет Циньхуа, Пекинский университет и многие другие, располагаются на строчках гораздо выше, скажем, российских университетов. Вот он, рейтинг Times High Education, на 27-м месте Пекинский университет, на 30-м Циньхуа Юниверситет, но наши несколько ниже. Некоторое время назад была почти гордость по поводу того, что МГУ находится на 74-м месте в QAS World University Rankings. Ну, собственно, гордость гордостью, но, скажем, в этом же рейтинге университет Циньхуа находится на 15-м месте, на 23-м Пекинский университет. И получилось так спустя годы, что, возможно, уже нам следует обратить некое внимание на университетское образование в Китае, возможно, сделать для себя какие-то выводы на перспективу. Ну, и сегодняшний вебинар построил по определенному плану, и поэтому, если кто-то ждет именно дистанционного образования, я обязательно расскажу и о Сюэтань-Х, о многих других образовательных системах. Но в вебинаре есть определенная логика, я буду ее придерживаться, ну, вот, собственно, стоя на той же самой китайской стене в декабре 2018 года, совсем недавно. По поводу особенностей образовательной системы Китая. Первые образовательные школы в Китае появились очень давно, еще в 3-м веке до нашей эры, но долгие века получение образования было доступно только знатию. И лишь к середине 20-го века, собственно, к началу управления Коммунистической партией Китая, в Китае минимальными навыками грамотности обладало не более 10% населения. Позднее ситуация улучшилась, изменилась, но, тем не менее, к настоящему моменту, хотя говорят о том, что грамотными являются 89% населения китайцев, но можно тут же сказать, что более 260 миллионов человек не умеют ни читать, ни писать, да, ну, то есть, каждый сделает свои выводы и о плюсах, и о возможных минусах. Переломным моментом в китайской системе высшего образования можно считать 1998 год, когда был издан государственный закон о высшем образовании. Именно реформация системы высшего образования превратила вузы Китая в университеты с мировым именем. И следует отметить, что, безусловно, качественное образование в Китае – это основа быстрого экономического развития страны. Это, в общем-то, цель, основная, скажем так, цель политиков, которая провозглашается на государственном уровне. Структура образования в Китае. Ну, и здесь, в общем-то, примерно то же самое, что у нас. Дошкольное образование, детские сады с двух до шести лет. Школьное образование, начальная школа, средняя школа, старшая школа, специальная, ну, собственно, опять же, примерно, как у нас, техникумы. Техникумы – специальные профессиональные учебные заведения для получения рабочих преимущественно профессий. Ну, и далее высшее образование. Бакалавриат – четыре года, магистратура – два-три года. Ну, на самом деле, сами китайцы говорят «докторантура» – далее два-четыре года. Фактически, наша аспирантура, чтобы не путаться в терминологии, максимально упростила. По поводу китайской школьной системы. Начальная школа обучения, в которой начинается уступительных тестов, и длится шесть лет. Начальная школа и средняя школа бесплатны и обязательно для посещения. Старшая школа длится три года, с 15 до 18 лет. Однако, ее посещение, как и посещение средних специальных учебных заведений, возможно лишь на коммерческой основе. Данная ступень образования необходима только тем детям, которые желают получить высшее образование. И вообще могу отметить, что конкурс достаточно серьезный. Как правило, это 100 человек на место. Ну, то есть, действительно, конкурс весьма и весьма серьезный, и далеко не каждому удается высшее образование получить, да и, собственно, поступить в университет. По поводу лучших университетов Китая, в самых разных рейтингах, лидерами являются, безусловно, университет Ценхуа. Это ведущий университет Китая, который занимается самыми разными проектами, в том числе и СНКИ, о которой расскажу. Пекинский университет, Шанхайский университет Цио Тунг, Шанхайский медицинский университет или университет Фудань, ну и многие-многие другие. Перечень некоторых университетов приведен на данном слайде. Высшее образование в Китае является показателем престижности и во многом гарантией будущей благополучной жизни. Исходя из актуальной востребованности специалистов именно технических профессий, большинство университетов в первую очередь предлагают выбор технических специальностей. Ну и в целом акцент именно на технических, технологических специальностях, гуманитарных вузов в Китае гораздо меньше. Ну и к ведущим можно отнести немногие педагогические, например, университеты, такие как Пекинский, Точин и некоторые другие. Некоторые моменты связаны с техническим образованием. Китай является лидером на рынке робототехники. На территории Китая курсируют современные поезда со скоростью чуть меньше 500 км в час. Три китайских компании по производству смартфонов входят в пятерку мировых лидеров. Ну и действительно основные перспективы в немалой степени возлагаются на политехнические и технологические университеты. По поводу некоторых особенностей обучения в китайских университетах. Ну темп обучения стремительный, это по словам наших соотечественников. То есть действительно обучение достаточно быстро ведется и стремительно. Время обучения с 8 утра до 5 вечера, ну до 5 или до 6. И безусловно с перерывами на обед, отдых. Язык обучения преимущественно китайский. Есть университеты, где преподают одновременно и на китайском и английском. В некоторых университетах, в основном негосударственных, преподают на английском языке только. Но, как правило, в подавляющем большинстве случаев преподавание на китайском языке. При этом лекционного материала очень мало. Ставка делается в большей степени на самостоятельные домашние задания и самообучение. Посещения строго контролируются. Ну, в общем-то, с дисциплиной здесь все в порядке со школы. Можно сказать, что еще в школе главный навык для ученика – это запоминать и слушаться учителя. Нежели, да, вот в большей степени, нежели что-либо остальное. Ну, вот в университетах китайские студенты испытывают определенные неудобства. Они сами себя называют очень стеснительными. Почему так востребована система дистанционного образования в Китае во многом? Ну, потому что им так несколько проще общаться с преподавателями. В Китае не принято, скажем, вступать в дискуссию с преподавателем практически ни по каким причинам. Ну, и некоторые другие особенности можно отметить. Оценка успеваемости определяется по стубальной системе, ну, или по буквенной. Да, от А до Е – отличный или экзамен не сдан. Есть зачеты, не зачеты, но, опять же, примерно то же самое, что и у нас. Ведущим университетом Китая является университет Цинхуа, Цинхуа-юниверситет. Он был основан в 1911 году. Могу отметить, что два таких университета в мире существует, поскольку правительство, в эти годы сбежавшее на Тайвань, основал университет с таким же названием. Поэтому очень часто в мировых рейтингах пишут в скобках «материк». Да, университет Цинхуа, Китай – материк. Университет Цинхуа славится своими выпускниками, среди которых немало известных ученых, политиков. В частности, выпускником Цинхуа-юниверситета является нынешний секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь. Ну и многие другие. Например, лауреат Нобелевской премии по физике Ян Джунин и многие другие. Да, опять же. Причем университет Цинхуа, если провести некую аналогию с ведущими университетами мира, университетами третьего и четвертого поколений, такими, как, например, Массачусетский технологический институт или Мюнхенский технический университет. Университет Цинхуа является лидером не в какой-то отдельной области. Он является ведущим образовательным учреждением в областях искусства, в гуманитарных науках, экономике, бизнесе. В том числе и медицинский факультет есть в университете. То есть, действительно, это ведущий университет Китая Это крупное учебное заведение, в котором обучается не так много человек. То есть, 34 тысячи студентов по китайским меркам. И даже у нас некоторые вузы крупнее. То есть, количество студентов больше. Но, тем не менее, университет достаточно крупный. Действительно, ведущий университет Китая. Каждый девятый студент иностранец. Немалое количество иностранцев, представителей профессорско-преподавательского состава. Общедоступная библиотека имеется на территории Цинхуа Университета. Ну и, кроме того, университет является одной из самых престижных организаций Ассоциации университетов Тихоокеанского региона. Ну вот, стартовая страничка Цинхуа Университета, Всемирный день океана. Я принудительно перевел все это дело на русский язык. Ну и отрадно то, что на стартовой страничке университета, прямо на сайте, вверху информация о библиотеке. Это во многом показатель качества, знак качества. То есть, в библиотеке уделяется немалое значение, но и имеет, безусловно, определенный вес. Если зайти уже непосредственно на сайт университетской библиотеки, то поневоле обращаешь внимание на противостояние отечественных и зарубежных баз данных. То, чего нет в западных университетах, ни в коем случае там нет такого. В итальянских, испанских, немецких, американских университетах. Отечественные некие база данных, журнальные коллекции и что-то зарубежное. Вот у нас такое деление происходит. Собственно, в Китае оно тоже есть. И буквально на стартовых страничках библиотек, когда заходишь в раздел электронные ресурсы, вот эту дихотомию обнаруживаешь мгновенно. База данных на иностранных языках, китайские базы данных, ну и огромное количество ресурсов. И на английском языке, и безусловно, СНКИ, да, то есть главная китайская база данных, и коллекции многочисленных издательств, медицинские журналы, то есть, ну, действительно, огромное количество самых разных качественных баз данных. Ну, вот, когда изучал список ресурсов иностранных, скажем так, обратил внимание на базы данных JOV. Это, ну, собственно говоря, такое практическое пособие, да, в первую очередь экспериментальная база данных, экспериментальные видеоролики медицинской направленности. И сразу, буквально, когда заходишь в любую базу, в любую книжную коллекцию, обращаешь внимание на ссылки, на возможность удаленного доступа. И причем, ну, еще немножко расскажу о необходимости соблюдения авторских прав в китайском понимании. Об этом говорится буквально сразу, да, куда бы ни зашел. О том, как работать с кампуса, по поводу удаленных логинов и паролей. И могу отметить, что в Китае достаточно спокойно отреагировали на переход на дистанционное образование, то есть, какой-то серьезной проблемы, связанной с дистанционным обучением, да, не возникло по большому счету. Электронный журнал DeGruiter, опять же, да, то есть, руководство пользователя, как зайти, как работать удаленно, описание издания. То есть, ну, действительно, база данных иностранная, база данных китайские. Ну, и вот по поводу необходимости соблюдения авторских прав, меня этот момент очень сильно заинтересовал. обнаружил немалый пласт информации на китайском языке, ну, вот попробовал перевести, ну, понятно, с английского на русский. Могу отметить, что в плане защиты интеллектуальной собственности университет интересует в первую очередь соблюдение студентами правил по отношению к университету, нежели кому-либо или чему-либо еще. В целях защиты прав интеллектуальной собственности на электронные ресурсы, поддержания репутации университета ЦМХА, обеспечения законных прав, ну, и целый ряд требований. Могу отметить, что роль библиотеки и библиотекаря здесь существенная. Библиотекарь, он и контролер, он и во многом решает судьбу студента. В некоторых моментах вплоть до отчисления. И это достаточно строго прописывается на сайте университетской библиотеки. По поводу различных справочно-правовых систем, юридических баз данных, то, что, ну, вот скажем, у нас это, конечно, консультант плюс и гарант в большей степени. В Китае, ну, в Китае, вот, собственно, две основных справочно-правовых системы. China Low Info и Low Info China. На китайском языке или на английском языке. Общерная юридическая база, содержащая полные тексты десятков тысяч законов, постановлений, судебных комментариев и многое другое. Как правило, ну, действительно, это обязательно знать. Эта информация есть во всех университетах. И, кроме того, эта информация очень востребована у компаний, которые, ну, скажем так, работают с китайскими университетами, с китайскими коммерческими и некоммерческими организациями. И выбор базы в большей степени обуславливает владение или не владение китайским языком. Ну, и, кроме того, LexisNexis – это то, что есть в любом китайском университете, поскольку китайцы как раз изучают законодательную базу разных стран. Это справочно-правовая система на английском языке. И вот они крайне внимательно относятся к тому, что в законодательстве США, например, происходит, европейских стран. Ну, вот, действительно, это практически обязательная база данных в любом университете. Собственно, по поводу СНКИ – China National Knowledge Infrastructure. Ну, то есть, действительно, китайская национальная инфраструктура знания – это главная база данных, совокупность книжных, журнальных коллекций, то, что условно можно назвать китайским НЭП, причем тем НЭП, который, в отличие от нашего, работает. Ну, по многим причинам. Об этом сейчас расскажу. СНКИ – Китайская национальная инфраструктура знаний, глобальный информационный проект, во-первых, Китайской народной республики, правительство КНР, университета Циньхуа в технологическом, идеологическом плане, ну, и, кроме того, холдинга Циньхуа Тонгфанг, который в большей степени занимается продажей этой базы в других странах. То есть это очень крупный холдинг, есть представительство вне материкового Китая, ну, и некоторые другие функции этот холдинг также выполняет. По поводу идеологии проекта. В 1996 году, да, то есть достаточно давно, когда, скажем, у нас НЭП создавался, это случилось в некотором роде неожиданно, но по ряду причин. Здесь вот действительно, да, буквально с азов, да, в 1996 году в качестве пилотного проекта СНКИ создала полнотекстовую базу данных китайские академические журналы, которые были записаны на компакт-дисках. База оказалась в Китае достаточно популярной, ее приобретали не только в Китае, ну, и далее проект начал развиваться. Спустя три года СНКИ начала разработку онлайн-базы данных и в кратчайшие сроки сумела создать крупнейший в мире интернет-ресурс материалов в цифровом формате, ну, действительно глобальную, самую главную базу данных в Китае, да, это и журнальные, и книжные коллекции, и мультимедиа, и многое-многое другое. Не без оснований, сейчас СНКИ позиционирует себя как главная база знаний КНР. Идеологи проекта исходили из того, ну, вот, в общем-то, да, именно идеологический момент. Сегодня, по их мнению, в интернете находится огромный объем недостоверной информации, в том числе об определенной стране, которая распространяется среди пользователей сети. И в сложившейся ситуации назрела необходимость в наращивании конкурентных собственных преимуществ. Применение современных информационных технологий позволит библиотекам предоставлять пользователям полный качественный материал, ну, а также оказывать самые разные услуги. Безусловно, да, и это подчеркивается, ну, правда, не оглашается сумма, как правило, СНКИ получает всестороннюю поддержку от руководящих органов КНР, в том числе по понятной причине, потому что очевидно, какой университет закончил Синьцзиньпинг, ну, и так дальше, да, то есть очень многие моменты, связанные именно с поддержкой КНР, идеологической, материальной, можно отметить. Важнейшим направлением деятельности СНКИ является платное предоставление специальных услуг. Распространение контента, а также подцифровка поступающих объектов. Масштаб и география проекта. В Китае пользователями этой глобальной базы данных является 100% вузов и научных организаций, 100% специальных учебных заведений, почти 100% учреждений начального образования, огромное количество предприятий, в том числе не государственных, ну, и многие другие организации, причем не только в Китае. В настоящий момент пользователями СНКИ являются более 2000 университетов, научно-исследовательских институтов, правительственных организаций, компаний и предприятий в 53 странах мира, в том числе и в России. О сотрудничестве российских университетов и некоторых учреждений культуры с СНКИ я еще расскажу. Общее количество подключенных организаций более 25 тысяч. На базе СНКИ, о чем он говорил, действуют 10 центров обслуживания, расположенные в самых разных странах. Это и США, и Япония, Корея, ну и многие-многие другие. Вот мне недавно друг из компании ИВИС, Дмитрий Рушанов, задал вопрос, неужели ты не знаешь, что в США СНКИ распространяет из QInformation Services? Ну, собственно, это происходит по-разному. Если говорить именно о юридическом лице, куда поступают денсредства, которые потом переходят к компании Тонгфанг, это может быть по-разному. В какой-то стране у них есть свой представитель, где-то они делегируют полномочия, но суть именно такая. То есть правительство Китая, Компартия, оказывают всестороннюю поддержку разработчикам, университету Циньхуа. Университет Циньхуа, собственно, занимается этим проектом, а компания Тонгфанг распространяет эту базу по всему миру. Ну вот, собственно, China National Knowledge Infrastructure, главная страничка. Могу отметить, что некоторое время назад, в 2018 году, в марте, в Российской национальной библиотеке с подробнейшим докладом, посвященным СНКИ, выступала СУЗуя, представитель компании, ну вот, в ряде стран, в том числе и в нашей стране. Вот это один из ее слайдов, но как-то сейчас, может быть, не буду комментировать выступление. Яркое, сильное, интересное. Некоторые ссылки привел. Да, вот СУЗуя, директор отдела по работе с клиентами Российской Федерации и стран СНГ, Пекин, КНР, в марте 2018 года выступала с подробнейшим докладом. Ссылка на презентацию, собственно, она выступала, да, то есть выступление в видеоформате, час 23 минута, 27 марта, первая часть. То есть, эта видеозапись присутствует, и если кого-то интересует именно подробный разбор СНКИ, в общем-то, с этим можно ознакомиться. СУЗуя сделает это гораздо лучше меня. Ну и, кроме того, состоялись некоторые встречи, в частности, в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Тоже ссылка присутствует. Вот она, вторая слева, хватило руками нашу Татьяну Васильевну Харчагину из финансового университета. Да, вот как выглядит китайский представитель. То есть, достаточно часто специалист обывает в России, рассказывает о своих ресурсах. Масштаб и география проекта. Сотрудничают СНКИ коллеги, если вдруг нет звука не только у Лилии Петровны, пожалуйста, нажмите два минуса, например. Мы с Татьяной это увидим и попробуем отреагировать. Если же все хорошо, ну, буду продолжать. Спасибо большое. Значит, только у Лилии Петровны. Ну, может быть, да, у кого-то еще. Спасибо. Масштаб и география проекта. Могу отметить, что СНКИ сотрудничает, естественно, не только с китайскими вузами, прочими организациями, ну и, например, с Министерством обороны Франции, с такими крупнейшими организациями, лидерами отраслей, как БАСФ, БАЙЕР, многими другими, ну и огромным количеством европейских университетов, американских университетов, библиотек и конгресса США и многими-многими другими организациями. Основные разделы. Ну, то есть, с чего все начиналось. То есть, некие диски, база диссертаций, исходная база данных, диссертации, периодика, газеты, какие-то дайджесты. Ну и, безусловно, в дальнейшем проект начал развиваться. Это уже и база данных различных издательств, китайские издатели стали подключаться, им самим выгодно сотрудничать с СНКИ. Ну, скажем, немалое количество книжных баз данных самых разных издательств, я далеко не обо всех был осведомлен. Заходишь на страничку СНКИ, ну и, соответственно, можно за определенную плату, а плата для иностранцев рассчитывается в долларах США. Ирина Селудовна, я запомнил ваш вопрос, я на него обязательно отвечу. рассчитывается в долларах США, ну и, соответственно, выплачивается СНКИ, ну и далее происходит отчисление определенному издательству. Это именно развитие проекта. Содержание проекта. Университет Циньхуа отвечает за создание интегрированной базы данных по различным отраслям знаний. Это действительно книжная, журнальная база номер один Китая. В настоящее время в интегрированную базу данных входят следующие материалы. Полнотекстовая база защищенных в Китае докторских и магистрских диссертаций. Ресурс содержит 310 тысяч докторских диссертаций, ну а также 3 с лишним миллиона магистрских диссертаций, защищенных в 635 образовательных учреждениях. Полнотекстовая база данных периодики Китая. Ну, действительно, вот огромный пласт именно научной литературы. Полнотекстовая база данных докладов на важнейших конференциях в Китае, на важнейших международных конференциях. Полнотекстовая база данных основных газетных публикаций, ежегодников КНР. 10 электронных тематических коллекций по разным отраслям. Ну, естественно, особое внимание уделяется, скажем так, техническим дисциплинам, прикладным дисциплинам, математике, физике, химии, экологии, медицине, ну и многим-многим другим. По поводу специальных профессиональных изданий, на что сейчас особенное внимание обращают. Этот раздел состоит из двух площадок знаний. Первая содержит три базы данных о китайской медицине, поскольку, ну, безусловно, скажем так, к этому аспекту относятся и в исследовательском плане, да, то есть научная составляющая, безусловно, присутствует. Три базы данных о китайской медицине. Медицинская площадка содержит цифровую библиотеку по онкологии, геостеологии, гипертонической болезни, ну и многим другим, скажем так, болезням. Вторая посвящена законодательству КНР и объединяет три базы данных. Лучшие докторские и магистрские диссертации в области юридических наук, судебная и иная правовая практика, закон и право, ну и ежегодные издания Китая. Ресурс предоставляет доступ к государственным годовым статистическим справочникам по городам, селам, уездам, весям, деревням. Ну и кроме того, нельзя не отметить базу данных на английском языке. Скажем так, ну с позволения сказать, базу данных на экспорт. Чтобы о Китае знали, узнавали, цитировали, это крайне важно. Включает в себя периодические издания, 134 наименования, 240 тысяч статей, доклады и другие материалы конференции, периодические издания на двух языках, естественно, на китайском, английском, и многое другое. По поводу интерфейса. Располагается на сайте, да, все ссылки приведены, есть англоязычная версия. Он достаточно простой, интерфейс действительно интуитивно вполне понятен. На английском языке, на китайском языке, причем отмечаю, что на двух китайских языках, и не только СНКИ, но и, скажем так, содержание сайтов разных университетов. То есть, как правило, это три языка. Это китайский, это китайский упрощенный, или китайский разговорный, ну и, собственно, английский язык. То есть, как правило, три ссылки будут, ну иногда корейский, ну реже, в основном вот именно три ссылки. Особенности сайта. Простые поисковые средства, расширенный поиск, поиск наименований, участие наименования, аннотации на английском языке у очень многих журналов, возможность сохранения полного текста на компьютере пользователя, то есть, возможность скачивания в том числе, что немаловажно, онлайн-путеводитель, ну и некоторые другие особенности. Опять же, по поводу особенностей сайта СНКИ. Возможность онлайн-чата с указанием разницы во времени и возможность подключения к мессенджеру WeChat. Это, в общем-то, основной мессенджер в Китае. Мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений. Сервис интегрирован, ну, с разными соцсетями. Вообще, меня несколько смущают ссылки на Facebook. Facebook в Китае запрещен, как и многие другие, да, собственно говоря, и соцсети, и такие поисковики, как Google, к примеру. Но, тем не менее, некая интеграция, опять же, в понимании СНКИ присутствует. То есть мы на Facebook, и даже можно попробовать пройти по этой ссылке. Ну, вот я покажу, как это выглядит. Удивительно. Пользователями СНКИ являются более 50 миллионов человек. Трафик веб-сайтов, ну, в прошлом году составил более 2 миллиардов посещений и более миллиарда полнотекстовых загрузок. Ежемесячно СНКИ посещает более 25 миллионов пользователей. Ну, то есть, действительно, указатели очень и очень серьезные. Доступ к базам данных обеспечивается для авторизованных пользователей по логину и паролю после определенной проверки. Ну, то, о чем постоянно предупреждают всех студентов, всех университетов. То есть там действительно эти моменты отлажены до автоматизма. Возможно, получение тестового доступа по запросу, ссылка присутствует. Стоимость, естественно, нигде не фигурирует. Хотя по каким-то конкретным изданиям она присутствует. То есть, конечно, стоимость определенной коллекции, книжной или журнальной, она нигде прописываться не будет. Но если мы заходим в некие книжные базы данных определенных издательств, то там для меня, как для иностранца, сразу высвечивается, сколько будет стоить скачать эту книгу в долларах. От 6 до 40 с чем-то долларов обнаружил некую градацию. То есть, естественно, стоимость коллекции нигде не прописывается, не указывается. Но, тем не менее, по книжное комплектование в личных целях за определенную плату вполне возможно. Вот как это выглядит в плане статей из журналов в составе СНКИ. Те же самые PDF-ки, по большому счету. Это, собственно, газеты и многое-многое другое. По поводу баз данных на английском языке. Academic Focus, STI в первую очередь. Academic Focus. Англоязычный пользователь. Да в чем плюс? В чем плюс? В том числе распространение этих баз данных, журнальных коллекций, в особенности в разных странах. Безусловно, в том, что англоязычные пользователи узнают о важнейших научных исследованиях в КНР, происходит некий обмен опытом. Китайские англоязычные периодические издания объединены в единую платформу для подключения. И могу отметить, что китайские ведущие англоязычные периодические издания есть в J-Store, и в Изивире, и в S2 Information Services, и где их только нет. Но, опять же, в этом определенная логика присутствует. По поводу ресурсов, по поводу ведущих журналов, в том числе China Today, China Legal Science, ну и многие-многие-многие другие ресурсы. Ну, опять же, да, по поводу неких журнальных коллекций, как это выглядит, как это представлено на сайте СНКИ, ну и на сайте ЦНКИ университета, в том числе ежегодные издания Китая. Это очень важно. China Data Index – самый авторитетный государственный годовой статистический справочник по городам, весям, селам, деревням. Он, опять же, достаточно простой, удобный. Это статистика, это статистические показатели. Охватывает полный спектр профессиональных отраслей. Ну, опять же, по самым разным сферам. Это и народное хозяйство, инвестиции, финансы и многое-многое другое. Так, я вижу, что уже 12.44, а у меня только половина прошла, поэтому я, может быть, несколько более быстро, да, и потихонечку от СНКИ буду к дистанционному образованию переходить, поскольку это тоже очень интересно. Ну, немножко о репозитории. И что я здесь хотел отметить? Очень часто СНКИ воспринимают как журнальную коллекцию, как действительно база знаний, связанная с периодикой, с диссертациями. Это так, но не совсем. В частности, электронные книги и книжные коллекции, безусловно, здесь присутствуют. Ну, вот то, о чем говорил некоторое время назад, ссылка на Фейсбук, СНКИ в Фейсбуке. Да, мы в Фейсбуке, выглядит немножко смешно. Нравится «Тысяча с небольшим людям», подписано «Тысяча человек». Ну, то есть, скажем так, для некой формальности они эту страничку создали, особенно ее не ведут, но, опять же, по понятным причинам. Ну, какие-то, может быть, формальные признаки, да, принципы соблюдаются. То есть, действительно, электронные книги и по медицине, и по сервису, бизнес-тематике, чего тут только нет. За денежку в том числе, да, то есть, периодически там самые разные суммы возникали и предлагались. Причем перечень огромного, огромное количество издательств. Многие из них мне совершенно незнакомы, «Желтая река» и так дальше. То есть, действительно, это местные китайские издательства, они как раз считают не то, что возможным, а выгодным сотрудничать с СНК. Ирина Всеволодовна некоторое время назад задала вопрос, почему, на мой взгляд, СНК в большей степени успешна, чем НЭП. Ну, во-первых, работа велась изначально, еще в 90-е годы в определенном направлении. Это не просто, когда мы заявили некую стратегическую цель и в ее направлении двигались, да, нет. Действительно, работа велась долгие годы, и это был проект определенный. Вначале некие базы диссертаций, периодических изданий на сидеромах, да, но и далее проект естественным образом начал развиваться. Не просто некий указ сверху, да, с определенными намерениями, а действительно проект развивается сам с государственной поддержкой и договоренность, то есть действительно, издателям крайне выгодно сотрудничать, китайским издателям с СНК, поскольку СНК отнюдь не бесплатно распространяет их книги. И мы уже достаточно давно, ну, я имею в виду в России, ведем речь о том, чтобы, наконец, может быть, некую схему разработать по взаимоотношению оператора, издателя, автора. Ну, вот на самом деле в Китае это шло десятилетиями, разрабатывалось, согласовывалось, то есть, ну, действительно, это процесс длительный, гораздо более гибкий и происходящий естественным путем, нежели у нас. Ну, и некоторые иные моменты можно отметить, о которых еще расскажу. Ну, вот я лазил-лазил по сайту. В принципе, такая заманочка небольшая. То есть можно прочитать первые две-три страницы, книги и журнальные статьи, ну, а потом, вот, в общем-то, возникает такой естественный баннер или зарегистрируйтесь, либо оплатите, либо что-то еще. Ну, это, в общем-то, логично, да. То есть, прочитав первую, ну, одну-две-три страницы, можно некие выводы о качестве материала сделать, о содержании, о том, интересно ли дальше читать. Ну, а далее каждый принимает, да, свои решения в зависимости от собственных финансовых возможностей в том числе. Сотрудничает СНКИ, безусловно, не только с китайскими университетами или ведущими западными мировыми университетами. Согласно материалам, представленным в докладе СУЗОЯ в марте 2018 года, ссылка присутствует, да, то есть это никакой-то не секрет, это итоги 2017 года. Ну, могу отметить, что с того момента, насколько я знаю, СНКИ сотрудничает, в том числе и с Томским государственным университетом, и с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена, с рядом других университетов, с Запайкальской краевой библиотекой, например, из наших, ну, и с некоторыми другими организациями. Но по состоянию на конец 2017 года лидером по количеству обращений к материалам СНКИ являлся Санкт-Петербургский государственный университет, положа руку на сердце, не думая, что там что-то изменилось. Ну, вот Российская Академия наук и перечень некоторых организаций представлен, в том числе Дальневосточный федеральный университет, точно знаю, что Владивостокский университет экономики и сервиса тоже сотрудничает с СНКИ. Ну, то есть, действительно, по состоянию на конец 2019 года, думаю, статистика некоторым образом изменилась. По поводу структуры проекта. Университет Синьхуа фактически выполняет функции оператора, разработчика, но нормативно-правовых актов, определяющих статус и регулирование деятельности СНКИ в свободном доступе на английском языке нет, по понятным причинам. Закрыто сведения о бюджете, направляемом в государственную поддержку СНКИ. Для развития СНКИ и реализации продажи, в том числе, китайских баз данных по всему миру создан государственный холдинг Tangfang Knowledge Network Technology Group. Главной его задачей интеграция и распространение знаний путем предоставления доступа к профильным онлайн-ресурсам по всему миру. Здесь очень много подразделений, ну вот отмечу Tangfang Knowledge Network Technology Company. Некоторые специалисты даже, ну, вообще воспринимают эту компанию как главную, поскольку она продает СНКИ по разным странам, да, то есть вот ее воспринимают, хотя мы прекрасно понимаем, да, что, ну, это структурное подразделение, в том числе внутри университета Циньхуа. Ну, есть некоторые другие подразделения, которые занимаются обработкой, хранением баз данных, исследованиями, инженерными разработками, ну, и по поводу медиатеки, по поводу дистанционного образования, по поводу видеоматериалов в том числе. Безусловно, дистанционное образование в Китае очень развито, и даже если просто зайти на сайт библиотеки, опять же, обращаешь внимание и на медиасоставляющую, и на Академию Хана, на огромное количество онлайн-курсов, Ханская Академия, как они назвали, да, ну, то есть такой вольный перевод, на самом деле, конечно, Академия Хана, список курсов, бесплатных онлайн-курсов, в том числе, ну, вот, как бы, в IT не смог зарегистрироваться по понятным причинам. Есть онлайн-курсы, связанные с корпоративной стратегией, с управлением предприятием, с личной стратегией в том числе. Курсы бесплатные, условно бесплатные, ну, то есть ты заплатишь за получение сертификата, если захочешь, платные курсы, то есть возможности самые разные, и курсов, самое главное, огромное количество. И вот сейчас, пожалуй, хотел бы рассказать о главной платформе дистанционного образования в Китае, это Сиуэтан Икс, ну, вот, главная, да, стартовая страничка этой образовательной платформы, одна из ведущих образовательных платформ мира, связанных с дистанционным образованием. Опять же, имеет отношение к Циньхуа Юниверсити. Все, что связано с наукой, с развитием образования, так или иначе, имеет отношение к ведущему университету Китая, Циньхуа Юниверсити. Название платформы было выбрано в честь одной из старейших школ университета, Циньхуа Сюитань. Сюитань Икс, ну, как бы, можно много комплементарно выражаться, а основатели компании действительно очень много хорошего об этой платформе. Рассказали, что, опять же, неудивительно. Хорошо развиты системы поиска рекомендаций курсов. Студенты могут обмениваться впечатлениями и оставлять отзывы о пройденных материалах. Этот сервис регулярно модернизирует, разрабатывает режимы самостоятельной работы, реструктурирует, группирует учебные материалы, редактирует сами курсы, ну и, собственно, много чем занимается. Это действительно ведущая китайская платформа дистанционного образования и одна из ведущих платформ дистанционного образования во всем мире. Ее создала и запустила в 2013 году компания Moxian Education при поддержке профильного министерства, ну и, естественно, университета Циньхуа, который имеет отношение ко всему. Платформа создана для разработки и проведения MOOC-ов Massive Open Online Course, массовых открытых онлайн-курсов без ограничения числа участников. Такие курсы позволяют студентам из разных стран интерактивно изучать материал, взаимодействовать с преподавателями в режиме реального времени. Действительно, это образовательные системы сейчас входят в пятерку крупнейших MOOC-разработчиков мира, причем здесь не только онлайн-курсы, записанные китайскими специалистами. Например, на стартовой страничке сказано о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом. И количество пользователей, слушателей на потоке просто огромное. Я специально посмотрел российских специалистов, российских профессоров, то есть там буквально несколько тысяч, ну, соответственно, за онлайн-курсов, до 6 тысяч. Где-то 203, где-то 600. Ну вот наши специалисты, к нашим специалистам идут на курсы, записываются очень активно, но об этом еще расскажу. Также платформа объединяет образовательные ресурсы лучших мировых учебных заведений Стэнфорда, НИТа, ну и многих-многих других. По поводу типов учебного видео, может быть, даже не буду как-то уж очень подробно останавливаться. Понятно, что учебное видео может быть разным. Это и презентации, и в стиле Хана. Да, вот примеры видеоматериалов, записанные самим Ханом, присутствуют и на сайте Цинхоинверсити, и, в общем-то, везде, где только можно. Ну и многие другие моменты. Еще некоторые странички. Это пример онлайн-курсов по психологии. Здесь информация об инструкторах. Причем можно записаться в любое время, бесплатно, без выдачи сертификатов. Силабус, да, то есть структура определенная. Ну и вот у наших специалистов хотел бы рассказать. Это онлайн-курс по истории России, профессоров Санкт-Петербургского государственного университета, Дворниченко, Романа Соколова и Вячеслава Шапошника. Ну, действительно, туда записываются буквально тысячи человек. И там вот как раз достаточно четко и строго. То есть с 1 июня, не как во многих китайских онлайн-курсах, да, там в любое время. Вот здесь как раз не в любое время. И действительно, курсы представителей Санкт-Петербургского государственного университета очень востребованы. Ну, видимо, я эту страничку не сохранил. То есть о сотрудничестве с СПБГУ сказано буквально на главной странице. Я вначале даже немножко не понял. Но на самом деле это неудивительно в любом случае. Некоторые другие проекты компании. Ну, например, Rain Classroom, что очень популярно. Это один из проектов MoxSEAN Education, мобильное приложение для обучения. Его название «Метафора», отсылающая к круговороту воды в природе. Программа использует облачные технологии, чтобы дождь знаний провелся на голову учеников. Приложение компания разработала понятно с кем, с университетом Циньхуа в очередной раз. Rain Classroom работает на базе WeChat и позволяет преподавателям проводить занятия, раздавать задания, следить, ставить оценки, студентам проходить тесты. И следует отметить, опять же, такой момент, связанный со стеснительностью китайских студентов. Для них как раз общение с преподавателем в таких мобильных приложениях и получение некого отзыва, оценки гораздо комфортнее, нежели публичная дискуссия или ответ во время лекции. Раньше преподаватели видели выполненные задания и ставили оценки, но не понимали, как это у студентов дело на самом деле. Сейчас, опять же, цифровые технологии, можно увидеть, прошли они материал, обращались они к нему, не обращались, и оценить хотя бы их уровень понимания. Другие проекты компания. Популярность всевозможных мобильных приложений, связанных с дистанционным образованием в Китае, растет. И конкретно это универсальное приложение используют почти все китайские университеты, и постепенно программа выходит на международный рынок. С этой целью интерфейс Re-Inquestrum переведен на английский язык. Приложение бесплатное, доступно в мобильной и веб-версии. Ну вот, лично имел возможность в этом убедиться. И немалое количество видеоматериалов, опять же, доступны бесплатно. Ну, может быть, с целью пропаганды конкретно этого приложения, может быть, с какими-то иными целями, но так оно и имеет место на самом деле. Кроме того, есть еще один инструмент, разработанный на уровне искусственного интеллекта к СИОМу. Ведет себя как почти живой учитель, не только консультирует студентов, но и настраивает, мотивирует и, да, всевозможное наставляет, скажем так, на процесс обучения. Какие системные проблемы образования решает эта образовательная платформа? Главная образовательная платформа в Китае – Сюитаникс. То есть главная база данных СНКИ, ну, соответственно, Сюитаникс – главная образовательная платформа. И, в общем-то, крупнейшая в мире. В стране насчитывают более 260 миллионов студентов. Это немалый пласт населения в целом. Естественно, по этой причине китайское общество уделяет много внимания важности образования. Часто студенты испытывают колоссальное эмоциональное давление. Ну, вот, как я уже сказал, конкурс – 100 человек на место. Ну, определенные проблемы, в том числе и из школьного образования, потому что в школах обучают определенным образом, что далеко не всегда способствует дальше обучению в университетах. И, ну, много я читал про китайские школы, пожалуй, не буду распространяться, поскольку, опять же, это отдельная тема. Важно отметить, что в Китае нет культуры живого взаимодействия в аудитории. Студенты стесняются, о чем говорил, и боятся дать неправильный ответ, боятся дискутировать, спорить с преподавателями, с другими студентами. То есть, ну, это не в традиции. Поэтому, действительно, для них гораздо проще общаться с помощью системы дистанционного образования. Здесь реакция далеко не такая острая, но и вот момент стеснительности, он некоторым образом уходит. В целом, в Китае постепенно падает популярность классических образовательных программ, бакалавриаты и магистратуры, и студенты все чаще предпочитают краткосрочные курсы или дистанционное обучение. В чем, с позволения сказать, некий секрет успеха СьюитАнекс? За первые три года существования платформы на ней зарегистрировались 5 миллионов пользователей. Ну, в 2016 году. Да, спустя три года, в 2019 году уже 14 миллионов, что составляет порядка 36% студентов тех вузов Китая. Естественно, платформа онлайн-образования помогает ученикам и сотрудникам университетов адаптироваться к сложившейся ситуации. Во многом по этой причине, опять же, в момент коронавируса реакция на переход к дистанционному образованию, которая и так практиковалась, ну, не была, скажем так, столь острой. Сервис, если говорить конкретно о СьюитАнекс, может быть использован не только жителями Китая, но и студентами из других стран. Это всевозможные онлайн-курсы, дистанционные программы, причем не только китайских специалистов. Это курсы Стэнфордского университета, Массачусетского технологического института, ведущие вузы Англии, Германии, соседей, да, там, Кореи, Японии и так дальше. То есть, действительно, это качественный контент и в плане технологий, ну, и в плане, собственно, самих онлайн-курсов. Есть и другие проекты компании, их очень и очень много. Ну, вот, в общем-то, буду потихонечку завершать свое выступление. Один из, действительно, последних слайдов по поводу неких особенностей, преимуществ китайских электронных информационных ресурсов, будь то книги, журналы, видеоматериалы, все что угодно. Да, в чем их преимущество и чем они могут быть интересны в российских университетах, в целом в России. Ну, во-первых, это актуальная научная информация. Если говорить о периодике, о диссертациях, о всевозможных материалах конференции, безусловно, это присутствует и в составе СНК, и не только. Да, то есть, актуальная научная информация, но, безусловно, это немаловажно. Конечно же, законодательство Китая, особенно, если приходится иметь дело и с государством, и с государственными компаниями. Да, то есть, тут в обязательном порядке с этими базами данных необходимо быть знакомым. Кроме того, китайская медицина, как к этому не относись, но, тем не менее, присутствуют и теоретические исследования, клинические исследования, всевозможные методики, и с этой точки зрения некие базы данных могли бы быть интересными. Это всевозможная справочная литература, это книжные базы данных прикладного характера, ну и о дистанционном образовании. Конечно, в первую очередь, это платформа Suetanix, это мобильное приложение Rain Classroom, ну и некоторые другие проекты. Вот, пожалуй, в общих чертах, зря не волновался, а то смог я уложиться, вот введенное мне время, рассказал о том, о чем хотел рассказать. То есть, и о СНКИ, главной базе данных, главной базе знаний Китая, и о ведущей образовательной платформе Suetanix, в некоторых других моментах. Ну и хотелось бы, несмотря на всевозможные обстоятельства у нас окружающие, пожелать, грубо говоря, всего самого доброго, хорошего, здоровья. В первую очередь, ну и чтобы радость случилась достаточно скоро. Фотография, опять же, 2018 года из Шанхая, из сада Юйюань, из сада радости. Ну вот, пожелаем друг другу здоровья, всего самого доброго и действительно радости. Коллеги, если я вдруг не смогу увидеть вопросы и на что-то не отвечу, мои контакты присутствуют, в том числе есть мобильный телефон, там есть и WhatsApp и Telegram, электронная почта, то есть отреагирую, отвечу обязательно. И огромное спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно и полезно. Спасибо, коллеги. Владимир Владимирович. Аркадий Владимирович, в вкладке вопросов есть. Есть несколько вопросов. Если можно, посмотрите их сейчас на что-то. Спасибо огромное. Кто входит в полнеграмотных китайцев? Безусловно, это и старики в первую очередь. Ну, опять же, скажем, в деревнях очень большие проблемы даже с начальными школами. То есть, серьезная проблема именно с начальным образованием, с школьным образованием. Я сегодня говорил об университетском образовании и о ведущем университете, Цинька Юниверситета. Но, тем не менее, в школах далеко не все так благополучно. Основное требование к заучиванию материалов, например, методически даже действительно благополучно далеко не все. Ну и, кроме того, просто нет возможности учиться. То есть, семьи достаточно большие, люди без образования вынуждены где-то работать, подрабатывать. Ну, а у представителей старшего поколения, у которых не было такой возможности, ее нет. Ну, вот, в общем-то, в основном, да, в основном это старики. То есть, представители старшего поколения, я бы так сказал. Так, а где еще вопросы? По поводу того, сколько стоит подключение к СНКЕ. Ну, опять же, зависит от того, что это за база данных. Это журнальная коллекция, это, ну, скажем так, некие книжные базы данных определенных издательств. Это юридические, да, справочники, это просто дайдерсты. А я даже не помню, могу ошибаться, чтобы какой-либо из наших университетов или какая-либо из организаций приобрела доступ ко всей СНКЕ. То есть, и я о таких случаях не знаю, я с такими не знаком. Вот. Так, 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 как можно оценивать закрытый характер китайской научной, технической информации. Ну, вот как раз именно с целью, скажем так, с той целью, чтобы ознакомиться с этой информацией, чтобы сделать некие определенные выводы на перспективу. И, с моей точки зрения, необходимо знать такие базы данных, знать, где это можно посмотреть, где с этим можно познакомиться. Ну, и чувствовать себя, может быть, в большей уверенности, что ли. Несет ли он угрозу? Ну, на самом деле, это серьезный вопрос. На него отвечать можно очень долго. В каком состоянии находится проект развертывания открытого университета? Так, так, так. Открытый университет Китая. Понял. Интересный вопрос. Вы знаете, я об открытом университете знаю. Я, ну, действительно анализировал, в том числе, какие там электронные ресурсы закупаются. Ну, и с моей точки зрения, какого-то веса в системе высшего образования в Китае, по большому счету, он, по большому счету, не имеет. Хотя, безусловно, университет известный. Но он не входит, по-моему, в тридцатку ведущих университетов. Так, может быть, еще какие-то вопросы будут. Ну, коллеги, в любом случае, огромное спасибо. Спасибо за внимание, за интерес. И действительно, надеюсь, что было интересно. Спасибо, коллеги.